вот так народ спасибо вам огромное собрали 174 тысячи из них оплатили 10 тысяч за прежний нефапам плюс закупили еще 230 доз нефапама купили ребятам ботинки и вот то количество вещей которые мы везем здесь и бойцам и роженицам в криминую и лекарства ну короче квартира превратилась превратилась склад сейчас все это буду загружать друзья мы отправляемся в путь еле упаковались два часа упаковывались мы будем еще там покупать на месте пену монтажную это для жителей криминой у кого стекла повыбивала просто мы отсюда все увезти не сможем хорошего вам дня эх дороги пыль до туман холода требоги до степной бурья знать не можешь долей своей может крылья сложить посреди степень бьется пыль под сапогами степями полями а кругом бушует пламя народ добрались мы до перевальска ну что сейчас временно выгрузим и завтра будем отсюда грузить на урал и в криминую друзья срочно едем в криминую сегодня поедем еще завтра на урале но сегодня надо доставить сырая погода и попросили быстро доставить те лекарства из мед санбата которые есть вот ребята загрузились это что мы закупили также везем потому что сыра снег нужно срочно так что у нас будет две поездки в криминую я сейчас ведь у спрошу что что вообще мы везем мы везем на данный момент мы везем противовоспалительные противогриппозные противообразитные для горла для носа ушные капли в общем то что ребята собрали то что нам передали то что ты привез все что на на данный момент собирать там 8 коробочек тем не менее это хоть что-то погода видите сама и ботинки что мы захватили на ботинки вообще огонь просто огонь огромная благодарность кто там помогал без ботинок в такой грязи жесть они сюда думали за чего воздушные шарики презерватива нет набирали соляркой подвязывали по соснам вот и поджигали понял вот этот вот весь лес который там где более-менее целое видно что бои не велись а именно лес сгоревший они полили специально говорили после нас останется только выжженная земля вам хрен вам лысого не леса а ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это что, прям здесь спать будем? Нет, здесь нет, там дальше. Дальше? Да, на второй. Ну, условия спонтанские, так что не обижаться. Слушай, а это, хоть спальник дадите? Конечно. Тот, который ты привозил. А это от чего такая дырка-то? Ну, прилетела. Прилетела? Ну, штуки три сюда сразу. Порядок надо вести, можно спать будет. А тут можно и жить будет. Порядок надо вести. Сейчас шутка подведем, диванчик разберем. Я думаю, сегодня как раз переночуем. Холодновато, правда. Брата, сейчас заделаем. Два одеяла вешатся и все. А как, на улице холодней. Ну, понятно. Слушай, а что они печку затопили или как-то? Где? Ее нету. Пушку, да. Пушку на блиндаже отдали. Понял. Спасибо. Спасибо. Так, Вась, все тебе. Это, Вась, корма для животных. Сейчас, если нам удастся передать. Если нет, передай, пожалуйста, волонтерам, кто здесь вот есть. Да, хорошо. Здесь нефапам, которые люди вот скидывались, мы покупали. И Маша, и Вера. Маша вообще с Лутугина. Вот они закупили лекарства из Москвы. Ну, они работают в Москве и передали. Молодцы. Это противогриппозная вот здесь тебе. О, это хорошо. Амоксистелин. Ленихолд. Да, замечательно. Ребята, замечательно. Сейчас погода неважная. То мороз, то оттепель. Ребята в лесу болеют очень сильно. Если вы слышите, я сам хриплю. Волосы вообще никудышные. Вот. Очень сильно помогаете. Пацаны будут только рады этим лекарствам. И я надеюсь, они будут меньше болеть. Так, теперь там еще твой нефопам. Его вот здесь. Здесь, вот здесь, вот здесь. Подразумеваю, вот он. Да, вот твой. Твой нефопам. Это хорошо. Это хорошо. Отлично. Просто отлично. Буквально сегодня-завтра передам ребятам на передовую часть. Часть будет храниться у меня. Все хорошо. То, что раньше передавали, уже практически все роздано ребятам, которые находятся непосредственно на передовой, непосредственно в лесу. Им помогает очень хорошо, особенно раненые. Пока они себя подъезжают к ним, они уже могут себе позволить уководиться, обезболиться. Им уже становится намного легче. Спасибо, огромное всем спасибо. Вась, ты кто у нас? Командир? Я командир медицинского взвода. Позывной Елисей. Позывной Елисей, так точно. У тебя штатный какой пистолет? ТТ. Покажи, пожалуйста. А какого года? 1951. 1951. ТТ. А почему ТТ? Не знаю. Достался такой. Но он тебе вписан все, да? Да, вписан. Все штатное оружие. А в обоиные покажи, какие. А где берешь патроны? Или сложно найти? Да ну, выдали 16 штук. Хожу с ними. Ну, привезли ребятам медикам ботинки. Часть уже раздали. Часть еще ждут бойцов, которые будут с передовой вот здесь еще в коробке. Вася вон уже ходит. Ходит Вася, да. Ботинки обалденные. Такое ощущение, что их шили прям на наши ножки. Вообще, спасибо огромное. Огромное спасибо. Удобные. Хочется. Вообще удобные. Сейчас поедем в лес испытывать. Ха-ха-ха. Вот Атроповская машинка уничтожена. Они тут мотались командами. Тебе, да? Моему Ярику. Не мне, а Ярику. Ярику? Друзья, мы находимся в лесу под Кременной. Это Кременное лесничество. Передаем от общины Знаменского храма ребятам растопку. Это прям видно пропит. Я сейчас подумал, что это пластик. Думаешь, вот такое. Не, это растопка. А давай попробуем, да. Давай. Одну какую-нибудь на бревнышке. Да, да, ништяк. Таблетки. Да. Ну, как сухогорючего. Иди. Смотрите, вы знаете, что такое шрам, да? Да. Я знаю. Андрей, плачь в палатку. Да не должно. Ух ты. Ну. У вас тут прям тепло-тепло. Ну так не дарил. Да, да. Ну, вот здесь это, бьется в тесной печурке огонь. Так точно. Во-первых, безопасность прежде всего. Во-вторых, здесь три наката. Три наката? Три наката. Что выдержит? 120-ю точно выдержит. Может даже 30-ю. Может даже, ну, до 30-й, до 122-ю. Я думаю, выдержит. Как бы. Таймиссина не хорошая. Вокруг деревья. Вокруг деревья, наверное, с беспилотника не видно. То есть уже глубокими мешками обсыпали? Нормально. Должно быть хорошо. Слушай, ну, здорово. Песочек. А как у в песке? Долго же рыли? Или как? Три наката. Ну как, рыли-то недолго. Ну, тяжело просто. Сразу пришлось сделать. Сруб. Сосна она легкая. Потому что начали стены осыпаться. Потянули. Первый метр ничего, нормально было. А потом начало осыпаться. То есть, потом еще клеенкой песочком. Сушной и степло. Да, да. Ну, как бы. Все из дерева. Хоть дерево и сырое. Но, тем не менее. Пенофолом обтянули. Уже теплее стало. Что тебе написано? Есть такая работа с дебилами разговаривать. Что, комбат, не злится на такие вещи? Злится. Злится. А ты к нему как? С этой приходишь или снимаешь? Конечно, с этой. В наглую. С этой в наглую идем. О! О! Василий подарил мне! От всей души. Мы что с тобой последний раз виделись в этом? В Горском. В Аврубовке. А, в Аврубовке мы тогда ехали с дежурства. С дежурства, да. А вот так, остальное тоже, что-то иностранного производства. У меня здесь стонометр лежит. Слушай, а у тебя же еще был броник этот. Да, он там лежит. В нем, в этой куртке тяжело двигаться, короче, неудобно. Что-то взять такой, блин, поменьше, полегче. Тут у меня там лежит в гараже у нас. За который укроп бросил? Да, 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 тоже американский. Я его там в порядок привел, постирал после всего этих делов. Потому что уже сколько-то сил потел. А у нас же ребята работают. А это моя вот сумка, в которой непосредственно я дежурю с ней. У меня тут все необходимое есть. Очень много карманов, термоодеяло. Слушай, все закончится. Ты и чем заниматься будешь? Я еще не знаю, месяц буду дома отдыхать. А потом видно будет. Хочу поездить по России отдохнуть. Всегда мечтал с женой съездить. Потому что благодаря мне я с 19 лет на войне. Ты с 19 лет? Сколько тебе сейчас? 25 минут. То есть ты все время на войне? Да, я как бы не путешествовал, учебу закончил. Пошел сразу, как говорится, в первый батальон. Так до сих пор у него служил. С Василием уже 6 лет, мы знакомы. Васи не видно. Василь! Скажи! Говорят, тебя здесь осколками чуть не посекло на этом Богдане. У нас двоих, кстати. Да, мы с Яриком ехали, у нас где-то в 10 метрах справа от нас разорвался снарядный. Вылетели стекла, посекло, осколками. Подконтузило нас с Яриком маленько. Вот, видите, осколки немножко позалепили. Вот это вот дырки, которые отнесли. Вот осколок. А, где осколок? Вот осколок зашел. Вот они, осколки. Здесь было же стекло, на тот момент, когда вы снимали, просили резину, здесь было стекло. На данный момент все уже железом закрыто, потому что выше было стекло. Это стекло купили, нашли на эту дверь, а на водительскую дверь никак не можем найти стекло. Согнута, видишь, дверь? А, дверь согнута. Здесь вот это вот все полностью послетало, повылетало. Вот повылетало здесь все. Стекло лобовое было. Можно сказать, уничтожено. Ну что, уже купили новое, поставили. Резина выручила? Да, отличная резина. Да. Резина вообще бомба. Тем более, сейчас видите, какая погода. Она помогает, очень сильно помогает. Если б не эта резина, я не знаю, мы где-то шлифовали здесь, в лесу, ничего бы не смогли сделать. Обратно еду внутри медицинского автомобиля. Тема поехал на переднем сиденье. Здесь лежат носилки. Все в крови. Друзья, загружаем в Урал. Сейчас едем в Кременную. За ваши средства купили здесь на месте пену монтажную и еще один бензиновый генератор для Кременной. Сейчас будем загружать. Вот как немцы с тобой. Собина я над позапятым. Закутанные. Гена говорит, он на немца похож. Такое ощущение, что 42-е мы бьем с тобой из-под Сталинрада. Окно в мир, да? Ага. Мы где? А где администрация? Администрация Кременского района. Доехали. Со всеми удобственными благами. Друзья, исполнил я вашу просьбу. Все я привез именно в Кременную. И сейчас вот я сижу в кабинете главы администрации Кременского района. Представьте, пожалуйста. Назаренко Юлия Ивановна. А вы? А вы заместитель главы Смага Ирина Ивановна. Все привезли. Нужно, что еще? Говорите. Мы будем собирать. Поможем, чем можем. Спасибо огромное всем небезразличным людям за то, что как свое воспринимаете нашу беду. Так как мирное население находится постоянно под обстрелами. Если можно, то у нас есть 16 новорожденных деточек. Нужны кроватки, матрасики. И колясочки. Для того, чтобы мамочки могли детей вывозить. Мы снимем моменты, когда мы будем от вас передавать помощь. Потому что всегда задают вопросы. А кто нам передал? Поэтому это очень важно. Что мы не просто как вода в песок. Кто-то отдал. Тихо. Да, говорит Писание, что левая рука не должна знать, что делает право. Но мне кажется, не в этом случае. Добрых людей должны знать все. Скажите, боевые действия далеко идут. Сейчас вот грохочет постоянно. Близко здесь, да? Да. Ну, сколько примерно? Так, 5-7-6. 4. 4 километра. То есть вот сейчас вот этот грохот, это идут бои. Да. Мужество вам, терпение и счастье. Ну что, выгружать будем? Да. Ну, конечно. Сань, сейчас нужно будет объехать. А это вот у вас такое постоянное, да? Ну, пока так нужно. Защита. Да, пока так нужно. Куда нам подъезжать? Давайте во двор заедем. Во двор. Я сейчас пройду, а вы увидите. Ага, хорошо. Ирина, а что это у вас разрушено такое? Вот это была музыкальная школа. Буквально недавно суда ударили хайнерсами. Там погибло у нас двое полицейских, которые в это время были там. В школе? Да, да. Там не было военных, это гражданский объект. Но у этих людей нет ни жалости, ни понимания, к сожалению. Сань, у вас с едой нормально? Вам консервы тоже? Надо. Надо. Поехали. Куда бы разрушаться? Все сюда. Консервы пока сюда, потом перенесем сюда. Что, сам, да, сериал сюда? Это, смотрите, лекарства, физрастворы. Это памперсы. Тут взрослые, да? Да. Взрослые. Нет, это вообще хорошо. Ирина, это корм для животных, для бездомных. Ты. Есть у нас тут такие волонтеры, которые подкармливают. Это вот памперсы. Здесь лекарства, физкул, кетанол. Наверх, сразу. Это детское питание. Это генерал. Пеленки трикотажные. Консервы горящие. Пряники имбирные. Зеленка. Здесь пеленки и два комплекта постельного белья. Вот еще памперсы, детские вещи. Вот еще в Новорожденов Кременную. Все. Прыгивайте. Спасибо. Ну, чем могли. Ищем еще одну женщину, волонтера. Ей тоже передаем часть груза для новорожденных. Здравствуйте. Поехали, да? Поехали. Поехали. Плохо. Пеномонтажные. Да, да, да. Да, да. Так, еще смотрите. Здесь шуруповерты. Да, да, да. Это все мне. Это инструменты вам. Ага, 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 ага. Да, вы сюда ставьте, они сейчас, ребятки помогут. Ага. Смотрите, там были в сумке газовые плитки, а это вам баллоны для газовой плиты. Ага, ага, ага. То есть там сумки разберете. Ага, хорошо. То есть это баллоны. Ага, а генератор сюда. Да, генератор сюда. Ребят. Вот так, народ. Это вам не это. Ребята, без окон, без дверей. Вот видите, как все. Вот это мой третий этаж. Вот это все вырвало. И с той стороны. Вот это ничего не делит. Поехали. Сейчас 100 метров. Да, настричили. Перед, приезжайте к нам еще. Может, получится. Все получится. Передочка, смотрите, вот это нам отдали, это здание. Понятно? И мы вот это сейчас, вот это паперси, мы уже сколько много очень рождали. Вот так же... Смотрите, если здесь вот, я сейчас, я сейчас просто уже не помню. Ага. Детское питание, это там сухое, чтобы было. Ага, ага. Макерсы. Ага, ага. Вот. Да, 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 вижу. И вот это тяжелое здесь. Питание, наверное, да? Нет, здесь присыпки. Ой, хорошо. Ой, спасибо, спасибо. Да, да, да. Это очень... Присыпки, мази, крема. Все, мы с Бобой поехали. Спасибо. Спасибо. Народ, что я хочу сказать. А большая будет к вам просьба. Вы видели, как мы ехали, и мы будем это делать, делать и еще раз делать, пока мы не победим, и пока здесь не наладится мирная жизнь. У нас будет к вам просьба. Сюда бы, конечно, желательно нам машину. Может быть, у кого-то есть газель, чтобы мы, предположим, перекидывали сюда, там, с ДЭКом до Донецка, Ростовской области, а здесь уже развозили по местам. Потому что не каждый раз у Саши получится. Он все-таки военный, он воюет. И мы, получается, на трех перекладных. Поэтому буду признателен за любую помощь автомобилям типа «Газели», чтобы можно было здесь это все разводить. Спасибо всем огромное, что привезли нам эту помощь. Это нашим жителям, нашим стареньким людям, которые лежачие. Это так необходимо. Деткам, которые порождались вот в октябре, ноябре. У нас такие детки есть. Ну, замечательные дети. Народ, я просто, я не знаю, что сказать. Мы очень довольны, что все довезли. Но, с другой стороны, невозможно холодно. Ну, что, Ген, домой? Конечно. Ну, что, народ, добрались мы. Спасибо нашему комбату, который сам все это дело организовал с транспортом. Спасибо вам за собранную помощь. Вы видели, мы все доставили. Ребятам надо ехать. Ну, а нам уже завтра поутру в Москву. Всего доброго. Народ, поддержать жителей Кремяной можно, переведя средство на карточку. Она в описании к этому видео. Все закупим, все передадим. Продолжение следует...